Благослови, душевная Господа, Благослови, песен Господи! Доброго воскресного дня, возлюбленные Господи, братья и сестры! Сегодня несколько слов хочется посвятить проблеме поведения молодежи. Очень сейчас модная тема, довольно часто об этом говорят, даже у нас, как у священнослужители, родители, естественно, спрашивают, интересуются, что нам делать с нашими подростками, с проблемами, с их аморальным поведением некоторых. Множество жалоб по этому поводу. И, конечно, с этим надо бороться, потому что если мы не будем что-то делать, то мы придем к окончательному духовно-нравственному разложению. И будет у нас много бед. Но для того, чтобы преодолевать какую-либо проблему, надо разобраться, в чем же суть этой проблемы. Для того, чтобы лечить какую-либо болезнь, нужно разобраться, в чем же суть этой болезни. И на этот вопрос нам можно, так сказать, в преамбуле ответить кратко словами профессора Московской Академии Осипова Алексея Ильича, что родители более всего виноваты в том, что их дети плохо воспитывают. Как бы нам не больно это было признавать, можно немножко привести аргументы в пользу высокоуказанной причины. Ну, во-первых, некоторые люди, родители пытаются обвинить в плохом воспитании своих детей педагогов образовательных учебных заведений, да даже и священнослужителей. Здесь можно ответить словами древнего учителя Квинтелиана, который говорит, «Дети не из школы, впервые выносят дурные привычки, но они приносят их с собой в школу. Они перенимают их от своих, обычно, родителей, которые подают им плохой пример. Все это обращается у них в привычку, а затем и во вторую природу». И пока ученик попадет в школу учить в руки учителя, он уже настолько успевает огрубеть, что учителю нужно быть слишком большим мастером в деле величайшего и труднейшего из искусств, в искусстве воспитания детей, чтобы достигнуть каких-либо благих целей. Не покрывлю душой, общался со многими педагогами, которые подтверждают эти слова и говорят, что авторитет учителя упал до нуля. Но слышим, как, допустим, на комиссии по делам несовершеннолетних некоторые родители чувствуют себя разве что не героями, даже набрасываются с обвинениями в адрес классных руководителей, педагогов, психологов, социальных работников, что, мол, как это так, моего ребенка не поняли, не досмотрели, что мне некогда, я деньги заработаю, а вот вы, мол, получаете зарплату, вот вы и воспитываете. Или находятся те, кто привел ребенка в храм и говорит, что батюшка, вот сделайте из него ангела с крылышками. Потом удивляются, что как это так, мы раз в неделю ходим даже в воскресную школу, и не все получается. Но это что скажем? Что это взаимный процесс. Церковь, государство, школа, другие учебные заведения. Как бы мы ни хотели, это важный, но тем не менее вспомогательный инструмент для родителей. Потому что именно в семье ребенок получает свое становление. И именно в семье ребенок видит пример. Если в школе ему говорят одно, а в семье он видит совсем другое, конечно, эффект понятия. Если сами родители не молятся в храме, не исповедуются, не причащаются святых христовых тайн, не молятся дома, никак не выражают своей религиозности, то о чем можно говорить? Вот я из собственного опыта приведу такой небольшой пример. В свое время я нес в Барановичах послушание по тюремному служению. Мне доводилось встречаться и с таким контингентом, как малолетки. Мне по молодости казалось, что это люди, дети без родителей. Везде домов, брошенные дети. Оказалось отнюдь, что процентов 80, даже больше, это в принципе дети из нормальных семей, в которых есть мама и папа, но родители, что называется, спутали понятие воспитания и образования. И что немаловажно, подавляющее большинство этих детей росли практически абсолютно не религиозных семей. То есть о Боге им или ничего не говорили, или говорили вскоро, дооколо, в лучшем случае, когда-то покрестили. Следующий момент. Второй причиной приводят родители часто себе в оправдание. Это улицы. Говорят, вот, мол, попал в плохую компанию ребенок, и там набрался много плохого от безнравственных и испорченных детей. Совершенно верно. Это объективная ситуация. Но не является ли священной обязанностью родителей следить со всей строгостью за тем, чтобы дети не имели общения с плохой компанией? Вот, опять же, приведу пример. Мама сетует, что дочь пошла по рукам. Но началось все с чего? Что у дочери, как сейчас модно говорить, завелся бойфренд, который приходил к ней даже домой, и у нее в комнате ночевал, или она уходила к нему, не ночевала дома, а родители спокойно на это все смотрели. Потом появился другой бойфренд, третий, и все это привело к печальным последствиям. Причину неблаговоспитанности детей иногда указывают и в самих детях, говоря, что вот не знаем, в чем дело, от природы, откуда у них такое, они испорчены. Совершенно справедливо, что многие дети появляются на свет с весьма плохими наклонностями. Но спросим себя, откуда у них эти наклонности? Вот, кстати говоря, в свое время один известный французский философ Руссо предположил, что дети от природы добры. Вот это предположение, на самом деле, довольно много зла в свое время принесло, потому что он считал, что если сильно не вмешиваться в их развитии, в их воспитании, то дети рождаются добрыми, и они сами по себе вырастут добрыми людьми. Мы прекрасно понимаем, что это наивно, и это не так. Дети, к сожалению, они рождаются уже с первородным грехом. В них много неких пороков и плохих наклонностей. И если с этими наклонностями не бороться, так потом будет, к сожалению, беда. Есть притча известная. Когда мама подошла с трехмесячным ребеночком к учителю, священнику, и спросила отча, когда мне начинать воспитание чада? И на это священник ей сказал, что вы уже опоздали на целый год. Да не покажутся мои слова папостными, но нашим молодым людям, молодежи, уже надо заранее думать и очень ответственно относиться, если хотите готовиться, к роли будущих жены мужа, к роли отца матери. Потому что у нас есть такое мнение, что пока человек молодой, можно взять от жизни там все, погулять, расслабиться, но затем уже, как говорится, отучившись, как-то начав работать, глубоко выдохнуть и уже искать себе мужа и жену, создавать семью. Но, к сожалению, мы знаем, что есть такое понятие, как наследственность, генетика. И очень много от нашего образа жизни передается в наш генофонд, попадает в нашу наследственность. ДНК, это же как программирует наш образ поведения, образ мысли, образ жизни. И все пороки, которые мы делаем по молодости, все глупости, все они, к сожалению, сказываются и отражаются в наших детях. Поэтому надо быть в этом плане очень осторожны. Находятся и такие люди, которые пытаются даже всю вину свалить на другого человека, на сглаз, на порчу, даже на Господа Бога. Был один случай, когда мать одного непутевого сына который несколько раз был женат, не получил элементы, пил, не работал, ну, как мы говорим, вел аморальный образ жизни. Она была убеждена, что во всем якобы виновата первая невестка, которая там что-то где-то как-то колдовала. Ее тяжело очень было переубедить, что ее сын это все-таки не Божий дуванчик, а тоже во многом виноват. И это называется свалить проблему с больной головы на здоровый. По этому поводу священномочник митрополит Владимир Богоявленский говорит, «Разве не для того Бог Отец еще в раю узаконил нерасторожимость брака? Сын Божий Иисус Христос возвысил брак на степень таинства, а Дух Святой осветил души детей святым крещением, чтобы дать возможность родителям лучше использовать свои обязанности по отношению к воспитанию своих детей, ослабить дурное влечение их сердца и сделать их способными ко всему доброму. Мы знаем прекрасно заповедь Божию. Чти отца и мать, и хорошо тебе будет эта заповедь с обетованием, то есть за почитание родителей Бог дает нам некое обетование. Но здесь есть и обратная сторона. Родительные также ответственны за своих детей. Они обязаны следить за то, чтобы ребенок не приобщался ни к чему плохому, следить за то, чтобы он развивал себе свои таланты, способности, свои добрые наклонности. Мы константируем факт, что на самом деле не нужно лукавить. Как в любом человеке, так и в наших детях. Как мы уже говорили, довольно много зла. Мы смотрим, что ребенок рождается и уже он ведь проявляет свое недовольство. Он кричит, часто дети два, три, четыре, пять, шесть лет и старше. Мы видим, что они бывают и своенравны, они капризны, они раздражительны, они пытаются добиться своего, они пытаются лезть, куда не следует, они не всегда послушны. Поэтому, конечно, это надо много сил, много здоровья, много терпения, дабы воспитать свое чадо. Это дело непростое, тяжелое, но вместе с тем очень благодатно. Таким образом, дорогие братья и сестры, мы сегодня поговорили о главной причине плохого, проблемного поведения нашего подрастающего поколения. И подчеркнем еще раз, что главный вопрос воспитания подростков и молодежи должен звучать не, что нам делать с нашими детьми, а, что нам делать с нами сами. Помогай нам всем, Господь! !!! ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ